Исторические выборы. Так события в Турции описывает западная пресса. Выборы в Турции проходят на фоне разрушенной экономики и напряженности в отношениях с Россией и НАТО. Зреют опасения по поводу скатывания страны к авторитаризму. Едва ли голосование могло пройти в более решающее время. Действующий президент Риджеп Эрдоган не смог победить в первом туре президентских выборов. Он набрал 49,5% голосов. Эрдогану не помог даже подкуп избирателей. За несколько дней до выборов он пообещал госслужащим серьезное повышение зарплат. А в день голосования перед камерами раздавал деньги детям. Его главный соперник, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Калыч Дараглу, набрал всего на несколько пунктов меньше Эрдогана. Почти 45% голосов. По многому, конечно, было протестным. Многие люди голосовали не за Калыч Дараглу, не за Синана Агана. Они голосовали против Эрдогана. Протестный электорат в Турции он устал как и от правящей партии, так и от вечно второй республиканской народной партии, партии Калыч Дараглу. 50 на 50. Я думаю, шансы как у Эрдогана, так и у Калыч Дараглу, вот если исходить из той точки, в которой мы находимся. Но за две недели, да, многое может поменяться. Турция подошла к выборам с целым списком проблем. Одна из них — тотальная коррупция. Партию Эрдогана даже называют семейным клубом по интересам. На это накладывается огромная инфляция. Больше 80% в 2021 году и 65% в прошлом. Курс турецкой лиры по отношению к доллару обвалился примерно в пять раз за последние пять лет. Но сильнее всего рейтинг Эрдогана упал после разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 60 тысяч человек. Более 2,5 миллионов лишились домов. Почти во всех городах, где было землетрясение, они все проголосовали за Эрдогана. То есть он во всех этих провинциях набрал большинство. Я так полагаю, что самая главная причина в том, что они верят в него, что если кто-то будет все это возмещать или же восстанавливать, сможет только вот текущий президент. То есть на самом деле, если в целом разобраться, есть недоверие и сомнение, что кто-либо другой, кроме Эрдогана, сможет вести такую политику, вести такую экономику. Символично, что сам Эрдоган к власти пришел на волне народного недовольства правительством, которое в 99-м году также не справилось с последствиями землетрясения и последовавшим за ним экономическим кризисом 2001 года. Тогда Эрдоган обещал восстановить страну, но за 20 лет у власти и сам из премьера-реформатора превратился в президента-автократа. Эрдоган сам меняется. И вообще в первые годы правления говорил о том, что нужно интегрироваться в Европейский союз, что нужно продвигать в Турции демократические ценности. То с течением времени его риторика стала меняться, он стал больше противопоставлять себя Западу, выступает защитником традиционных ценностей. И во многом это печально сказалось на экономическом положении Турции. Главный противник Эрдогана, оппозиционер Кемаль Калыч-Дараглу, это такой турецкий Навальный. Не только потому, что бросил вызов диктатору, но и потому, что тоже делал антикоррупционные расследования, из-за которых в 2008 году свои должности покинули сразу два заместителя Эрдогана. Вся предвыборная программа оппозиции строится на реформах внутри Турции. Главное это возвращение страны к парламентской системе. Кроме того, Калыч-Дараглу обещает пересмотреть отношения Турции с Западом. До сих пор нерешенным остается вопрос со вступлением страны в Евросоюз, и оппоненты Эрдогана обещают разморозить переговоры. Последние недели Калыч-Дараглу сделал ряд заявлений относительно того, что он хотел бы выстраивать дружественные отношения с Москвой, лично с Путиным. Он считает, что здоровые отношения с Россией в интересах Анкары, но в то же время, как известно, оппозиция в первую очередь хочет наладить отношения с Западом. И здесь, конечно, придется балансировать. Несколько дней назад вышло интервью Калыч-Дараглу газете Wall Street Journal, где он сказал о том, что Турция, будучи членом НАТО, должна исполнять волю всех членов Североатлантического альянса, и поэтому присоединиться к антироссийским санкциям. Но затем в штабе Калыч-Дараглу это отвергли, сказав, что это не слова политика, а приписка редактора. Но, тем не менее, я думаю, в Кремле на это обратили внимание. Эксперты опасаются, что нынешний президент будет бороться до последнего использовать все имеющиеся козыри в рукаве, отведение военного положения до задействования административного ресурса на выборах. Эрдоган проиграет. Я думаю, он готов идти до конца и в том числе выводить своих сторонников на улицы. Он даже за несколько дней до первого тура сравнил предстоящую ночь после выборов с той ночью, которая была в июле 2016 года, когда в Турции произошла попытка госпереворота. И Эрдоган почти дословно сказал, что он готов вместе с своим народом отстаивать будущее, отстаивать независимость даже ценой жизни. Вероятно, потребует пересчета голосов и даже отмены результатов выборов, как он это сделал в 2019 году на муниципальных выборах в Стамбуле. Самый катастрофичный, да, это уличные противостояния. Это ситуация в чем-то даже близкой к гражданской войне. Но здесь встает вопрос, а поддержат ли его, скажем, бизнес-элиты, поддержат ли его политические круги. Второй тур выборов назначен на 28 мая. Присылайте ваши фото, видео и истории для публикации в черный ящик The Insider. Присылайте ваши фото.